Друзья, всем привет! Исходя из того, что происходит в данный момент, я считаю, одну из главных моих задач как блогера, как инвестора, как человека, который немного больше разбирается в криптовалютных биржах, помочь вам как минимум сохранить ваши деньги. И я уже не говорю о том, чтобы как-то их приумножить, потому что огромное количество людей сейчас теряет свои деньги, вкладывая в какие-то непонятные помоечные биржи. На примере моих подписчиков, буквально недавно они потеряли суммарно вдвоем 6 тысяч долларов, вложив в одну помойку. К ней мы вернемся немножко позже и разберем, в общем, конкретно их ситуацию. И для того, чтобы вы понимали, кто и чем занимаюсь, хотя я уже до этого говорил много раз, что я работаю с криптовалютными биржами, и это не просто какие-то слова. Я вам сейчас покажу конкретно пруфы, и я работаю именно с топовыми биржами, это азиатские биржи, такие как биржа Гейт, Байбит, биржа Хобби. Эти биржи входят в топ-10 бирж по версии CoinMarketCap. И давайте я покажу вам прям конкретные пруфы. На бирже Гейт, например, мне дают самую повышенную реферальную систему, то есть партнерскую, да, и те люди, которые идут со мной, они экономят на комиссиях в виде 30%, они получают кэшбэк обратно. Также, чтобы вы понимали, что не просто пришел там, да, там, с поля, там, буквально недавно хранял кукурузу, я в этих биржах сам держу свои деньги частично. Немножко позже я расскажу, в какую пропорцию у меня сейчас все находится конкретно, да, чуть позже я об этом расскажу. Также, например, на бирже Байбит моя команда совершает хорошие обороты, я не скажу, что это огромные обороты, но тем не менее хорошие. К примеру, в феврале моя команда совершила 18 тысяч оборот в виде битов, бит это внутренняя валюта биржи, Байбит, ну, вот эта монетка, да, криптовалюта. И на примере USDT оборот был 1 миллион 300 тезеров. Соответственно, те люди, которые идут со мной, они понимают, что я говорю всегда как есть, даже если какая-то биржа небезопасная, я просто с ней не буду работать. И скажу вам, просто максимально открыто, как есть, с этой биржей я не работаю, потому что так, так и так. И также есть биржа Хобби, которая также дает максимальную скидку в виде 40%, которые я делю на две части. Соответственно, еще раз говорю, те люди, которые заходят со мной, они получают хорошие преимущества, они экономят, получают различные аирдропы, плюшки. И я точно знаю, как работать с биржами, и поэтому я это транслирую постоянно. И теперь, что касаемо этой ситуации, которая произошла недавно у ребят, которые зашли в биржу Qmail, если не ошибаюсь, она как-то так называется, и которая взяла их и заблокировала. То есть, соответственно, они заблокировали все русскоязычное сообщество в целом, да, по понятным всем причинам. И как вы думаете, правильно ли они сделали или нет? Давайте открою скриншоты, которые вы сейчас можете наглядно посмотреть. То есть, они удалили их с чатов, также в поддержке они сказали, что они никак не могут вернуть свои средства, которые они вложили, которые они доверили этой бирже. И, соответственно, тут даже вот мы видим разные поддержки, что настоящие патриоты, слава, там все дела и тому прочее. Ребят, я скажу вам так, что они забрали деньги не у государства, которое, да, развязало всю эту историю непонятную. Это они забрали деньги у нас, у обычных людей, которые являются инвесторами. То есть, это то же самое, что если у вас там, да, заблокируют что-то или у кого-то заблокируют, и мы как-то будем ехидно смеяться. То есть, это не государство потеряло там что-то, это потеряли обычные люди, такие же, как и мы. И сейчас я покажу вам прям наглядное сообщение, которое они писали. То есть, вот он пишет, что у него было 9300 монет, и у его друга было 9500. По текущему курсу это суммарно получается по 3000 долларов у каждого забрали. Я думаю, у многих, да, позабирали там их аккаунты, их счета, и они ничего с этим не могут сделать. Это ужасная ситуация, которая как минимум подрывает доверие к этой бирже, и как максимум говорит о том, чтобы крупный клиент, крупный инвестор туда не заходил. Потому что, если у него страна окажется под санкциями, то его счет тоже, конечно же, заблокируют. Естественно, туда никто крупный не зайдет. И аналогичная ситуация буквально недавно произошла на бирже Coinbase. Это одна из топовых бирж, которая находится на втором месте. Это американская биржа, которая буквально недавно заблокировала 25 адресов, тысяч адресов, которые связаны с якобы незаконной деятельностью в РФ. И что вы думаете, что после этого случилось? То есть, правильно, произошел огромный отток, были выведены биткоины в течение недели на сумму 1,2 миллиарда долларов. Это огромные средства, это огромное количество биткоинов. Мы видим, что крайний раз это было в 2017 году, то есть, да, по этим объемам. То есть, это огромные оттоки, ребят, это огромные оттоки, это потеря репутации. Опять же, как это все там правильно анализировать, решать только вам. Но я это вижу с абсолютно закономерностью. То есть, они заблокировали какое-то количество кошельков. Соответственно, биржа для многих инвесторов стала менее надежна, потому что они тоже могут попасть под всю эту историю совершенно случайно. И, соответственно, быть тоже заблокированным. Соответственно, они стали выводить огромные суммы средств. И в течение недели они вывели на 1,2 миллиарда долларов. И что касаемо, ребят, вообще в целом хранения своих средств на биржах. Да, менеджеры, с которыми я работаю в этих топовых биржах, они говорят, что все хорошо, все классно, Роман, все будет работать дальше. Они всячески продолжают делать акции, дают нам хорошие аирдропы, бонусы, локации. Но, тем не менее, скажу вам так, что я держу в процентном соотношении 80% на кошельках. Это децентрализованные кошельки по типу Metamask и также Trust Wallet. И остальные только 20% я держу на 4 биржах. Это биржа Binance, это биржа Hobby, биржа Bybit и биржа Gate. Это азиатские криптовалютные биржи, в которых я накапливаю свои деньги и также покупаю монеты, продаю монеты. Ну, то есть, в зависимости от ситуации. То есть, я не вывожу все свои деньги именно на эти кошельки, а держу там часть. Это делаю я, ребят. То, как делать вам, это решать только вам. Это ваши деньги. Вам нужно самим понимать, насколько они ценные для вас в данный момент. Потому что, если какая-то из этих бирж закроется или закроются все сразу, да, и заблокируют мои счета, я скажу так, что, ну, хорошо, да, я к этому буду готов. Я не расстроюсь сильно и, ну, это будет опыт. Это будет опыт. В общем, я понимаю все риски и я иду на это. Поэтому, если даже я потеряю тут какую-то сумму средств, тут там на бирже Bybit, на бирже Hobby, на бирже Binance, я сильно не расстроюсь. Ну, то есть, давайте еще раз скажу, что если какая-то биржа заблокирует мои средства, то у меня в других кошельках находятся еще средства. И к любым блокировкам, к любому раскладу я всегда буду готов, потому что я делаю дирсификацию. И также я рекомендую вам работать именно с топовыми биржами, не с какими-то непонятными, да, которые просто берут и блокируют и отключают страну полностью, да, независимо от того, что виноваты эти люди, не виноваты. То есть, ну, мы-то понимаем, что мы как бы не виноваты, да, ни в чем. То есть, мы как бы заложники тоже определенной ситуации. У меня очень много родственников находится в Украине. У меня фамилия украинская, но, тем не менее, я живу в России, соответственно, да, и, в общем. Работаю с RF-аккаунтами, но, тем не менее, я понимаю, что мои средства находятся под угрозой. И я каждому рекомендую человеку, чтобы вы делали дирсификацию, ребят, безопасность и полное понимание того, что может произойти все, что угодно, абсолютно все, что угодно. Вы можете потерять свои деньги в любой момент. Это очень важное понимание, тем более в сфере криптовалюты, потому что тут заработать не так просто, но потерять вы деньги можете очень легко и очень быстро. Поэтому будьте максимально осторожны, максимально аккуратны, если видео для вас было полезным. Попрошу вас поддержать его лайком, подписывайтесь на мой телеграм-канал, постоянно публикую актуальную свежую информацию, без какого-то флуда, без какой-то политики, да, потому что я нахожусь в криптовалюте. И к любым нациям я отношусь абсолютно нормально, ребят, абсолютно нормально. И также в моем чате я всем говорю, чтобы к этому относились с уважением. Все, друзья, на этом это видео подходит к концу. Если оно было для вас полезным, вот попрошу вас еще раз поддержать его лайком, подписаться в телеграм-канал. Желаю вам успеха, профита, берегите свои деньги, берегите свое здоровье. Всем успехов, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok